всем кто смотрит привет подписчикам привет всем большое спасибо на квадрокоптер по чуть-чуть закидывают денежки люди осталось совсем немножко я думаю на наурус я уже возьму человек ждет меня я с ним договорился в общем покажу вам все расскажу завтра мы едем на или попытаемся там поблеснить половить жереха сейчас я вам покажу магазин где я беру мясо еду за мясом подготавливаюсь на завтра смотрите это у нас бурундай сахарный завод такая вот вывеска здесь магазин здрасте постоянные клиенты ваши решил решил показать так смотрите здесь получается у нас вот стейки расскажите сколько вообще видов у вас шашлыков шашлыка у нас есть шашлык по-русски по польски шашлык мякоть маринад классический шашлык ереванский это что касается метод и стейки у нас видом медово-горчичный классический аризона испанский шашлычный смородиновый маринад грибной маринад есть еще у нас есть и компанейский это вот этот вот он почему компанейский он большой стейк на компании ага в смысле кусок большой так как классический какой у нас вот смотрите я обычно беру такое еще самое главное что у них есть пакеты вакуумные и они запаковывают вы говорите какой вам нужно вес правильно теперь получается эти пакеты вот я сколько возил они вообще не протыкаются плотные плотные сейчас покажу у нас поступает заказ в таком виде мы формируем заказ получается можно позвонить заранее сказать вы приехали только пакетики забрали ну и много всякого разного если кому-то будет интересно то пишите я вам потом покажу еще какие-то там вот вещи все расскажу про остальные товары которые они продают производят здесь за сами производят и у них какой-то маринатор есть такой промышленный которым вы маринуете мясо мясо получается нежное вкусное даже обычное которое вот не какая-то там шея который вот чисто для шашлыка специально а вот обычное просто чистое мясо жилок в нем нету такие как вот знаете где-то там в другом магазине купишь и потом половина выкинул половина соуса здесь чистое мясо мякоть и она прям вот хрустит даже над вкусом так что паковали вот в такие пакеты смотрите они прям плотные классные не протекает не разливается вообще офигенно прям вот пакетами вообще доволен сильно все до свидания смотрите выпал снег в горах лежит получается снег на верхушках погода сегодня плохая едем на рыбалку на или сейчас заеду еще за одним человеком и все остальные наши ребята там уже на месте этот холодильник незаменимый для таких вещей как вот такие маленькие поездки как я еду сейчас вот мясо которое я вчера купил салатики кое-какие и бутылка со льдом просто бутылка она получается я заехал взял пиво сейчас разливного эта бутылка держит двое суток но в пластиковом этот я еще сильно не испытал холодильник тут получается у нас наверное поменьше время будет все застегивается плотненько офигенно очень доволен холодильником этим чем тот большой возить бандурину который у меня синий так все вот димка подъехал дрова привел сейчас мы закинем на крышу привет поздоровайся с подписчиками здравствуйте нормально здоровая с уважением вот так вот дрова сейчас мы их на крышу закинем мы их по дороге не потеряем ты 4 мешка взял такие тучи висят капал немножечко дождик по дороге но даже если будет дождь все равно классно сидишь под дождиком по шатру там или по зонтику дочь когда стучит вообще классное такое ощущение там даже видно солнце светит вот видите внутри ущелья едем чуть-чуть по другой дороге спустимся вниз прямо напротив этого места можно спуститься да спереди солнце там везде смотри небо голубое едем просто вот по полю смотрите не знаю я чуть-чуть заблудился здесь сверху ну вроде бы этот к тому месту едем да вон она то место и это по это спуск только по моему а вот он дорога смотри она заброшенная да но следы есть да все правильно прикинь приехали и едем вниз и наше место прямо вон в деревьях а в тот раз мы по низу получается проехали песочек его даже смотри бокам немного проехали здесь скотт ходит потому что видите как все истоптано сейчас такой прикинь вон они на той стороне стоят приехали не туда да там какие-то машины вдалеке и вижу стоят нет наши должны вот здесь вот прям стоять вот прям внизу куда мы едем вон они видишь стоят да все вижу уже так они встали на том же месте где и в тот раз мы стояли все на том же месте получается уже смотрите вот люди отдыхающие когда мы были в тот раз вообще никого не было тепло прям вообще классно там машины стоят там квадроциклисты какие-то едут вечером вода поднимется вот примерно отсюда в тот раз пода сильно поднялась вот беседки видите место заняли если дождь пойдет всем советую такую палатку которая быстро разворачивается чтобы этот весь шмурдяк который лежит здесь туда просто перекидывать и все освобождать машину машина пустая будет но у меня здесь получается кровать поэтому я так делаю это палатка уже она уже все конечно из жила своя но пока еще работает замки тоже уже здесь спереди сломались дождь если пойдет вещи не намокнут получается очень удобно вещи все перекидываю и все машина вся свободная остается пустая поехал на один день а машина полная смотрите это все мои вещи димкиных вещей там буквально одна сумка и карематы и все это остальное все мои очень много вещей как будто на неделю ну так с комфортом чтобы ездить нужно брать все люблю с комфортом вот такой стол вот пацаны все пацаны всем привет передавайте жарится мясо и сейчас покажу я машину поставил подальше чтобы никому не мешать спокойно спать сейчас раскладываю вещи и иду рыбачить так смотрите я поставил вот такой казмастер обычную попробую на золотую взял вот весь ящик тут с собой закида пока ставить не буду попробую пойду поблеснить ох же река вы сейчас а вытащить классно было бы нужно идти вон туда на косу вот самую выпирающую часть сейчас попробую смотрите какие тучи налетают но здесь почти уже небо голубое вот с той стороны тоже туч а над нами чистое прям чистое чистое голубое небо прям повезло смотрите луну вот видно вообще вот только облачка небольшие классная погода смотрите здесь вот яма похоже вода прям крутится сейчас попробую тут поблеснить погода вообще офигенная так я думал на этом месте все встанут вон она мусорка они увидели говорит там много мусора пацаны говорят поэтому отсюда уехали вот солнышко вышло класс вообще сочное все такое ну все сейчас попробую покидать снимаю с головы если вдруг что-то не то то вы уж меня извините ну давай рыбка ловись большая и маленькая я прям чувствую что должен поймать сегодня смотрите напротив отдыхают люди это 120 прада серебристый серф и вторую машину не видно наконец-то Субтитры сделал DimaTorzok Видно им весело Такая красота не могу не показать еще раз Вот пролетает самолет, разрезает небо Облака, эти сюда движутся, эти сюда Здесь прям контрастно, так сочно все Там черные облака Птички поют, уже весна, народ выезжайте на природу Классно, вообще прям советую Недалеко Приехать сюда без проблем Смотрите какая природа классная Тучи уходят боком И не доходят почему-то к реке Как будто какой-то поток воздуха их останавливает Перехожу дальше, покидал рыбы Нету, но ее на одном месте не стоит ловить Потому что она может быть в разных местах косяками Это именно жерех, судак Нужно ходить и искать его Если те тучи прилетят к нам То это скорее всего снежные тучи Будет очень холодно И может даже и снег пойти Ну погода прям вообще классная, теплая Иду дальше Чтобы понимать всю ситуацию Смотрите Это просто вообще нереально Засрано здесь все Написано 2000 въезд Вот такая вот помойка Если эти земли прикрепленные за кем-то Но вы следите за этим Уже тепло давно у нас стоит Вот такая вот свинарня здесь Возле реки прям Все засрано Только умеют подъезжать и говорить Что 2000 заплатите за парковку Да я в жизни не заплачу Если я приеду Хоть одна бутылка будет вот так лежать И мне скажут заплатите деньги Убирайте за собой Если это ваша территория арендованная Будьте добры почистить весь мусор О Серега где-то мотоцикл взял Аналогичная ситуация здесь Полная сральня В кустах Везде Поэтому они здесь и не остановились Я теперь понял Все вот так вот загажено Это причем не свежее Это все старое Куда Акимат смотрит Я не знаю Кому он сдает эти территории Как можно так засрать все это Это же природа наша Дети наши здесь будут ходить По бутылкам По этим По стеклу Перехожу 500 метров выше примерно Здесь есть такая Рукав такой небольшой Может здесь получится Ушел вверх по течению Получается Смотрите как обмелела река Но ночью вода поднимается Но вот это все затапливает Видите покуда вода будет Ночью Все пришел на это место Попробую здесь покидать Может быть повезет Если кто-то ездил В эти же дни Напишите обязательно Как отловились И еще ребят Если есть такие Прям Специалисты Профессионалы Рыбаки Если хотите Я с семьей поеду Вместе с вами Покажите где половить Половим вместе Классную рыбу Покажите Расскажите Поделимся опытом Блин Весна вообще Класс Кайф прям Тепло В одной майке Сверху просто безрукавка Хочу туда Вон еще сходить Смотрите там Такая стоячая вода Может быть Она прогревается От солнышка И Потеплее будет Немного Попробую там Теперь смотрите Насколько Воды Должно быть больше На метр Примерно Дошел Почти Туда Хочу Вот где Такая Вот Отмель Ушел уже почти Километр Выше Вот такая Вот такая Вот беседка Здесь Пирс И не знаю Это так Должно быть Или упал Скорее всего Упал Попробую Подняться Сейчас Ну и здесь Рыбачить Летом Вообще Смысла Не вижу Никакой ямы Никакой глубины Нету Абсолютная Мель Вот Десять сантиметров Вода И дальше Везде мелко Место Конечно Не рыбное Там дальше Тоже Вот стоят Видите Такие же Если кто-то Здесь На этих местах Ловил Напишите Обязательно Что поймали Какую рыбу Как ловится Но летом Здесь Наверное Уютно Потому что Деревья Солнце Не попадает Иду дальше Столько Шел Ушел Километра Полтора И вон Лежит мешок Блесна Шла Шла И зацепилась За мешок Представляете Капец А с собой Больше блесну Не брал Все Теперь я ее Оторву И Пойду Обратно Вот это Классное Место На которое Я так Долго Шел А вон Где машина Наша Стоит Видите Здесь Уже Пустырь Сверху Ну Попробуем Отцепить А нет Мешок Она не вытянет Все Прогулялся Пока я ходил Рыбачил Смотрите Сготовили Какую вкуснятину Ты приготовил Пеш Нет Александр Мы взяли Александра С тобой И он нам Все Приготовил Ну что Димка Тебе нравится Погода Отличная Не то что В город Юрка На самом деле Мы сегодня Выехали Из города Где был Дождь Был Туман Да Сырость Влага Да Она нам Вообще Ни к чему Мы выехали Сто километров От города И просто Здесь кайфуем Посмотрите Какая здесь Погода Шикарная Просто Солнышко Светит Солнышко Светит Отступили Да Мы просто Сегодня Кайфуем На самом деле Погода Шикарная Компания Супер Просто Все Собрались Все Просто Выехали С таким Кайфом Вот Посмотрите Какая погода Ребята На самом деле Это не город Едем Наверх На горку Показать Красивый вид Откуда Давай На тур Теперь Вид с высоты Птичьего полета Дальше Воинская часть Забор Вон там Видите Смотрите Насколько Река Обмелела Ох Чайки Как красиво Кричат Мы стоим Вот Видите Очень красиво Холмы Уже все Зеленые Практически Уже можно Выезжать На природу Здесь Дорога Вот Идет Это Через Воинскую Часть Чтобы Объехать Или К воинской Части По-моему Там Она Упирается В забор Эта Дорога Люди Которые Были На той Стороне Уехали Видно На день Чисто Приезжали Хочу Всем Сказать Много Было Комментариев Что Люди Не знали Что Была Масленица В этот Раз Предупреждаю Всех 1 Мая Там Галы ТАС Собираются Там Праздник Будет Большой Тут Даже Будут Установлены Антенны И Будет Сотовая Связь Работать Ну Так Было В те Года В этом Году Не знаю Будет Или Нет Так Что Все Желающие Приезжайте Скорее всего Нас Увидите Тоже Здесь Мы Всегда Останавливаемся Там Поляна Есть Классная Такая Широкая На этой Площадке У нас Будет Стоять Флаг Подъезжайте Не стесняйтесь Будем Знакомиться Общаться Знакомиться Разговаривать Так Что Давайте Если Есть Желающие Подъезжайте Субтитры расскажи про свою раскладушку мало ли может людям кому-то будет интересно покажи она новая вообще ты в коробке ты всегда на раскладушках да спишь о нифига на как вытаскиваться с этих как регулируется а можно сюда прям ставить да да ну класс а это получается чё каремат специальный какой-то у тебя просто надо показать мало ли кто-то может быть захочет такое тоже смотрите какой прикольный но вот такие прямо не теплые и чё ты спишь можно боком по всякому переворачиваться ну-ка давай покажи покажи как это выглядеть будет шмаки грязный смотри нормально хоть как можно лежать я на раскладушке вообще первый раз за всю жизнь лежу она даже вообще не прогибается это не та раскладушка конечно которая советская с пружинами а сколько стоит она и легкой три с половиной килограмма что только такая раскладушка стоит 60 тысяч фирма как называется как натурхейк все понятно ну что мы опять одни остаемся на берегу смотрите там были люди нету здесь были люди нету а здесь люди есть так что мы настоящие кайфуши которые остаются в любую погоду холод зима ветер дождь снег смотрите я вам покажу насколько поднимется уровень воды вечером я поставил камень и воткнул ветку видите на краю воды а вечером посмотрим насколько поднимется уровень эта конструкция работала от вот этого маленького баллона и они пожарили шашлык сосиски и все остальное или вот этот был под люди мы его мы его жарили прямо здесь а потом вот так вот открыли димон как открывается она а потом вот так открыли и вот здесь начали его дожаривать нам потом закрыли вот а потом подок 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 шадом смотрите в общем это чё у нас гриль или как это называется это гриль да а вон получается идет видите какая штука вот на вот этом маленьком баллоне когда я приехал жарили сосиски и шашлык газовый вид как называется где взять блин антох ты только не продавать она одна в казахстане нету таких больше все сказали нету таких больше хозяин серёгины двухсотки вот он отопитель видите это у него вебаста спит в машине здесь раскладывает также кровать полностью получается такие вот ящики смотрите эксперимент проплавит или нет но мы уже попробовали все расплавилось едем за дровами вы зря вперед сели по говну главное есть побольше дровосеков отправили пешком все взяли эту большую дровину и нам хватит ночью будет очень холодно поэтому нужны дрова помогал им спину не сорвал брат мой мы не одни такие кайфуши приехал дамас расставили палатку приехали люди с ночевой вам лайк потому что вы красавчики напишите если это вы были напротив нас дома с белого цвета тоже к это модная горелка вот дрова которые привезли на крыше пеньки виктор это ты привез в прицепе много вон вон кучу ты привез это мы привезли же димка это мы привезли вот эти не 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 вон виктор твои сегодня звонил подписчик мой говорит ты когда поедешь я говорю я сегодня еду он ведь ты куда едешь я говорю еду на или можно с вами я говорю можно только рядом нужно будет встать иду к ним в гости он вроде бы с супругой со своей сейчас покажу так подхожу по привет 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 как зовут вадим антон очень приятно здрасте антон все пришел в гости они встали на нашем месте где второе место у них здесь автономка вот такой дом смотрите теплый который это зимняя палатка да толстая как трехслойная трехслойная сейчас покажу внутри и вот такой у них дом классный это вам не в машине спать пол это с полом палатка расскажи жуки не заползают в палатку нет обсыпаем песком по кругу получается но дно отдельно до ложится она вот так получается и вот сюда песок засыпается все это же это получается палатка здесь должны дырочки под лунки быть по идее это пол такой у меня другой пол для лунок а есть такой другой пол но вы здесь расположились когда было холодно садился сверху и ней прям было вообще нереально холодно и изморозь вот это вот вниз садилась а сейчас не так сейчас тепло и вообще классно на улице чу вы довольны место вам нравится ну да я показал уже короче он им вот так вот делает фонарики с датчиком света у них движение включает выключает паренью он поет как трудно быть неволе без друзей без ласковых подруг в этой песни столько много горя вся тюрьма заплакала ты че их достаешь садя ну ка покажи еще раз как еще раз отдали жизни костру смотрите как прям мощно пошел вот так вот сидим саня опять сима фонари включает и выключает задумался откручиваю лопату установил вот фонари хочу прям углей взять с костра и положить их сразу в мангал и пожарить шашлык сейчас я вам покажу все я приготовил смотрите у меня это это от стула старого здесь была ткань она порвалась я сделал вот такие специальные штучки чтобы мангалка вставала теперь смотрите как удобно на высоте на уровне можно все это готовить смотрите это вот теребр который я взял о нифига костер у нас щелкает дрова сегодня у нас вот такой мощный костер прям мощный и получается это у нас не помню как называется но я всегда его беру в общем сейчас разложу пакет раздаваем укладываю туда мясо пакет сразу можно сжечь сейчас возьмем угли насыпем мангалку и дальше будем жарить шашлык вообще ждет нереально лагеря здесь у нас заготовлено уже готова мясо нам нужно только нагребсти углей блин что угли все затухли стрёмно как-то на угля готовить на этих из костра короче угли затухли нужно насыпать углей сюда подсыпал углей и решил раздуть на точку смотрите вода насколько упала но не поднялась почему не поднялась обычно каждый вечер она поднимается а тут упала я даже не знаю сегодня выходной получается суббота турбины должны включить были на мощную добавить воды чтобы они больше давали энергия сейчас наоборот смотрите они сбавили видно это зависит как-то от потребления энергии так вот уже ночь на у нас на дворе но все ложусь спать стояла 25 ставлю 22 градусов печка сейчас опустит обороты работает климат-контроль жарко в машине прямо жарко открываю окна ну и до завтра три часа ночи на улице нереальный ураган сильный ветер дует прям ураган я не знаю как пацаны там в палатке почти всю ночь шел дождь дулу ураган прям сильный ветер сейчас дождик идет потихонечку собираемся от ветра классно вообще не дует все тут прям тепло сразу стало погода это конечно сегодня не такая как вчера было здесь получается за него за ты выбрал рожки с тушенкой готовит эта штука дождя конкретно прям уберегла от дождя и от ветра смотрите закрыто мусором мешки собираем с собой заберем чтобы такого не было как здесь вокруг все вот мусор убираем все бы просто за собой убирали бы и вот так вокруг все было бы чисто и классно все все уезжают все убрали все чисто смотрите вот все что там было вокруг все убрали все едем домой всем пока ставьте лайки и лайки подписывайтесь на канал кому было интересно всем пока смотрите какой ливень по копчегайте я первый раз такой попал машин прям вам ум и и и и и и и